Всем привет, гостям и подписчикам моего канала. У меня есть в хозяйстве вот такие вот фабричные линдовские гуси. Сейчас у нас уже март месяц, сегодня 7 марта, и хочу показать вам, какими хорошими яйцами радуют нас гуси. Вот, принёс несколько яиц. Вот такие вот хорошие крупные яйца. В день по одному, либо по два яйца. Пока что у меня несётся уже две гусыни из трёх гусынь. И хочу рассказать, что делать, чтобы ваши гуси раньше занеслись, быстрее начали свою яйцекладку, если у вас гуси ещё не несутся до сих пор. Самый главный фактор для яйценоскости, для любой птицы это, и для гусей тоже, это световой день, длина светового дня. Для того, чтобы птица или гуси занеслись, необходимо как минимум 14 часов, а лучше 16 часов светового дня. У меня во дворе свет горит, это диодная лампа. Включаю её в 6 вечера, и она горит до 10 часов, а утром включается примерно в 5 часов. В итоге световой день около 16-17 часов. Вот это вот первый фактор. Второй фактор, это содержание гусей. У меня они содержатся на улице, но всё равно несутся. До, ну, за месяц, до примерно яйцекладки, необходимо было гусей держать на диете, чтобы они немного, чтобы у них яйцеводы протестились от жиров, и яйца не были жирные, и оплод был хороший. И начинаем их кормить полнорационным кормом. Это либо комбикорм, либо домашний комбикорм. С того момента, как только гусы не снесёт первое яйцо. Я делаю свой комбикорм. Вот, туда у меня добавляются все зерно-смеси, и семи-смеской мука, и кукурузы тоже немного. Вот. Вот это вот самые главные факторы. И также можно гусям давать пророщенное зерно. Это им также очень полезно. Повышает оплод, стимулирует самцов топтать гусынь. Чтобы, вот, я вот, нашего самца, вот он стоит. Каждый день почти вижу, как он топчет даже по одному, по два раза. Возможно, и больше, когда я не вижу. Но у нас уже погода прям очень хорошо потеплела. На улице плюс пять, плюс семь. Вот. Вот лужа посюду. Снега почти не осталось. Сейчас покажу место их гнездования. Вот здесь они содержатся ночью. Вот такой вот несложный простой сарай. Вот у них здесь стоит шина. И вот здесь они несут яйца. Вот, смотрите. Здесь одно подкладное яйцо. Вот это они снесли первое. Оно очень маленькое прям. И они его вот так закрывают. Вот такое вот обычное гнездо. Одно гнездо для троих гусынь хватает. Вот такое вот видео получилось для тех, у кого гуси не несутся. И что делать, чтобы гуси занеслись. Если это видео вам было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И хочу еще раз повторить, что самый главный фактор – это световой день. Гуси, они начнут нестись при хорошем, долгом световом дне и при скудном питании. Но при плохом питании они быстро могут изношать себя. И в принципе они будут все элементы, которые нужны в яйце, выдавать из себя. И могут они себя полностью измучить. И уже гусы не могут стать негодными. Поэтому необходимо хорошо кормить их после первого яйца уже. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И желаю всем хорошей яйцекладки гусей. Чтобы было много яиц и в будущем гусят. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok